Следний день конференции и сегодняшний день у нас будет посвящен теме прав ребенка, теме ювенального правосудия, службы пробации. И мы ожидаем приезда на нашу конференцию полномоченного президента Украины по правам ребенка. Он, к сожалению, немножко задерживается и будет чуть позже. Но у каждого из вас будет возможность задать ему наиболее интересующие вас вопросы. Мы начнем нашу презентацию. По традиции мы начинаем с видео. В первой презентации у нас тоже будет небольшое видео. Я хочу вам представить наших партнеров, которые работали вместе с нами в проекте «Восполняя пробелы». Работали как раз по компоненту обеспечения прав ребенка. Это Центр информации по правам человека. Татьяна Печенчик, она нам расскажет об учебном курсе, который они разработали, который называется «Защита и обеспечение прав детей и молодежи. Групп РИСК». Всем доброе утро. Нелегко начинать первый, последний день конференции в 9.30. Но я попробую сделать свою презентацию максимально интересной, мультимедийной. И очень кратко, но интересно рассказать вам о том, над чем мы работали с начала этого года. Собственно, я презентую наш учебный курс «Защита и обеспечение прав детей и молодежи. Групп РИСК». Почему мы, собственно, взялись за этот курс? Мы говорим, что есть предпосылки в виде того, что существуют правовые барьеры в доступе к услугам для несовершеннолетних потребителей наркотиков и недостаток знаний по правовым вопросам как среди предоставителей услуг, так и среди их клиентов. И целью нашего курса было обеспечить права наиболее уязвимых детей и молодежи с особым акцентом на потребителей наркотиков и тех, кто в конфликте с законом. Собственно, мы работали с юристами, социальными работниками, психологами и гражданскими активистами, всеми теми, кто потом уже работает с этой категорией детей. Особенностью нашего курса являлось то, что мы попытались сделать комплексный подход, комбинировали разные методы обучения, старались использовать инновационные практики и методики в нашем курсе и непосредственно учили применять полученные знания участниками уже в течение самого курса, а также создавали партнерские сети среди разных специалистов. Собственно, я в своей презентации немножечко остановлюсь на том, как это все происходило. Наш курс состоял из разных компонентов. Если взять в целом, то это было обучение, базовые знания, потому что такое права человека, потому что мы считаем, что если работать с правами ребенка, то специалисты должны знать в целом концепцию прав человека. И таким образом у нас в начале нашего курса, после того уже, как мы отобрали участников, собрали их эссе, мотивации, мы провели базовых два двухдневных тренинга по правам человека и действиям в защиту общественных интересов. Эти тренинги для нас проводил Андрей Юров, специалист, тренер Совета Европы по правам человека и действиям в защиту общественных интересов. Это было потом два углубленных пятидневных тренинга по правам ребенка для двух разных групп. Одна была группа юристов с большим акцентом в юридическую тематику, и вторая группа у нас была смешанная. Там были социальные работники, психологи, гражданские активисты. В течение курса у нас было между этими очными занятиями пять дистанционных сессий. Прошло три тематических вебинара. Тренинг для тренеров по работе с детьми и молодежью в зоне риска. И также мы разработали и издали специальные пособия, которые можно потом использовать по теме этого курса. Эти пособия у вас были розданы вам при регистрации на конференции. Я лишь покажу. Это сборник учебных текстов для специалистов, которые планируют работать по этой теме. Это проект программы учебного курса, который уже разработан, апробирован, который можно использовать в своей работе. И это ТОТ пособия для тренеров с приложениями, с примерами упражнений, которые тоже можно внедрять. Я, собственно, скажу, что больше с этими всеми пособиями можно будет познакомиться на презентации, которая будет после кофебрейка. Я вас всех приглашаю. Наталья Новик, а также наши партнеры расскажут немножко больше об этих пособиях. И еще лишь хочу обратить ваше внимание на такие вот диски. Это четвертое пособие, которое мы решили вас поберечь и не печатать, потому что там 700 страниц, и оно бы было очень тяжелым. Это сборник законодательства в сфере прав ребенка. И там есть как международное, так и украинское законодательство. Его тоже можно использовать. Так, идем дальше. Собственно, здесь вы видите, мы немножечко вам расскажем о наших основных компонентах. Это, как я уже сказала, был блок по правам человека, блок по правам ребенка, блок ТОТ, тренинг для тренеров, а также между ними дистанционные сессии и вебинары. Собственно, здесь можно увидеть фотографии из нашего первого, первых двухдневных тренингов по правам человека, которые проходили в Киеве. Вот это фотографии из Киева. А дальше шли углубленные тренинги по правам ребенка в Чернигове на базе Черниговского дома прав человека. И я тут немножечко снова скажу про наших партнеров, с которыми мы работали. По компоненту по правам человека мы работали с Международной школой прав человека и гражданских действий. Это школа, которая действует в разных странах, и она работает уже много лет и имеет много выпускников в разных странах. И наши участники нашего курса тоже присоединились к сети этих выпускников. Тренинги по правам ребенка мы проводили в партнерстве с Черниговским домом прав человека организацией «Март». Сергей Буров, наверное, вам известен, но также мы приглашали и польских тренеров. Это Богна Хмелевская, которая тоже проводила в Чернигове эти тренинги. Они проходили, как я уже сказала, на базе дома прав человека. Если из вас кто-то еще не был в Доме прав человека Чернигов, то мы приглашаем и всегда советуем это наши хорошие партнеры. На этих тренингах изучались права ребенка, права детей групп риска, способы защиты их прав, исследование международного национального законодательства по правам детей. А также была возможность больше ознакомиться с польским опытом и в сфере защиты прав ребенка и провести практические занятия. Особенно популярны были вечерние факультативы. Как я уже сказала, у нас между этими очными тренингами были дистанционные сессии. Они проходили на платформе Moodle. Это модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда, которую можно использовать тоже в других образовательных курсах. Что важно, это бесплатная система управления электронного обучения. И на базе этой платформы также строились тесты, опросники, скайп-беседы с тренерами, практические задания. Участники получали дополнительную литературу, проводили групповую работу. И тоже были на всех дистанционных сессиях кураторы, которые работали онлайн, проверяли исполнение заданий участниками курсов. И всего было, как я уже сказала, 5 таких дистанционных сессий. Немножко скажу про тематические вебинары. Тематические вебинары у нас проводили эксперты, которых могли послушать не только участники курса, но и все желающие в сети интернет, зарегистрировавшись и получив линк доступа к этим вебинарам. И мы послушали лекцию, например, такого эксперта, как Эльжбета Чиж. Она тоже из Польши, из Хельсинского фонда по правам человека. И она как раз тоже говорила про права ребенка и опыт Польши в вопросах работы, интересах детей групп РИСКа. И забегая наперед, я скажу, что Польша у нас тут неспроста, потому что самые лучшие участники нашего курса, которые получили лучшие оценки по итогам обучения и которые были наиболее активными, они получают еще один приз, это обучающая поездка в Польшу, которая состоится в декабре. Также у нас были семинары, вебинары с Павлом Пархоменко. Это судья Бахмутского районного суда Черниговской области. И там был акцент на судебную систему Украины в защите прав и законных интересов детей и молодежи групп РИСКа. Немножко расскажу еще про ТИОТИ. ТИОТИ у нас состоялся в конце лета. Это был четырехдневный курс для 20 участников курса, которые захотели развиваться именно как тренера. Там есть разработано пособие по результатам этого ТИОТИ. Главное для нас, что участники могли потом опробировать какие-то практические инструменты и открыть в себе какие-то тренерские навыки. После этого они проводили уже самостоятельные однодневные тренинги на основе тех знаний, которые они получили на ТИОТИ. Если перейти к ключевым результатам курса, то это, конечно, издание пособия, про которое я говорила и которое будет доступно для всех специалистов, которые дальше желают работать с этой тематикой. Оно состоит из четырех частей. Программа курса, сборник учебных текстов курса, пособие для тренеров и сборник законодательства. Также очень важно было налаживание связей между юристами и социальными работниками. И нам удалось тоже строить партнерские сети, которые мы планируем в дальнейшем использовать для проведения этой работы. Кроме того, мы публиковали в СМИ новости и материалы по теме курса. И также мы планируем сделать несколько публикаций после нашей конференции. Вот как выглядят наши участники. Это в Черниговском доме прав человека Сергей Буров, Богна Хмельевская в черных футболках по центру. Вот если кто-то не знает их, то мы надеемся, что в дальнейшем вы с ними познакомитесь. И в конце я бы хотела, я много говорила сама, но я хотела бы сейчас показать вам небольшое видео. Мы записали впечатление наших участников и участниц курса, что они для себя почерпнули и чем для них стали эти 8 месяцев работы, которые мы провели вместе. Пожалуйста, я приглашаю к просмотру. В этом курсе было интересное абсолютно всё, потому что оно касалось именно детей группы риска. У меня появилась более широкая картинка, как на самом деле работает система. И почему происходит так, а не по-другому. И это, наверное, было одним из самых больших открытий вообще из теоретической части обучения. Все использованные интерактивные методы обучения, они только способствовали быстрому и лёгкому запоминанию информации. Мало уже это сфере деятельности. А также непринуждённая обстановка, которая сложилась с помощью наших тренеров, способствовала очень лёгкому и тесному общению между участниками. По домашним заданиям у нас очень хорошая команда была просто. То есть командная работа, наверное, в первой жизни я поняла, что такое команда и насколько это классно. Потому что у нас подобрался золотой состав, с которым мы могли оперативно быстро делать. И мы много реально делали и делили себя таким опытом. Наше достижение основное – это наши выпускники. Уже сегодня они провели тренинги в своих организациях. Они довольны теми знаниями, которые получили. И кроме всего мы имеем как результат ещё и пособия, которые могут быть использованы в других похожих курсах или, возможно, когда-нибудь официальным образованием. Тренинг был насыщенный. Наверное, было недостаточно 4 дней для того, чтобы понимать всё. Хотелось ещё больше и больше. И за такой помощью этого тренинга мы понимали, что для таких детей нужно работать. Что сфертор работы просто величезный. И мы как раз те, кто может начать, хотя бы рухаться в эти сферы. Поэтому я была задоволена даже в этих 4 дней. А вот это хочется предположить. Мне ожидалось, что кроме новых знаний и опыта, я смогу получить ещё конкретные элементы возможности влиять на всю эту сферу и решать все эти проблемы. С помощью тех заданий, которые мы решали, а также дискуссий, в которых мы принимали участие, мы смогли не только проявить себя, а также показать, каким образом и какие именно пути решения могут быть в этой ситуации на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok Новый тренинг был построение адвокационных компаний на защиту правил интереса ребёнка с использованием международного опыта и опыта в обморочной детстве. Вот это кратко про наш курс. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто с нами работал. 40 участников, 40 выпускников этого курса мы имеем на сегодня, 8 месяцев работы с ними. Сеть партнёров. Большое спасибо Офису полномоченного по правам человека, Коалиции за права ребёнка и также нашим партнёрам, которых я ранее упоминала. И отдельное спасибо Наталье Новикой, моей коллеге, которая всё это время была с участниками, прошла с ними Крым, Рынь, медные трубы. Наташа, спасибо. Поднимись, пожалуйста, чтобы тебя все увидели. Спасибо. Большое спасибо, Татьяна. Я думаю, что если у вас будут вопросы к Татьяне, запишите и не забудьте в конце сессии ей задать. Все материалы доступны, все материалы есть у неё. И я бы вас попросила, Татьяна, я думаю, что надо пакет материала, будет передать уполномоченному по правам ребёнка, когда он приедет к нам. А сейчас я хочу пригласить представителя государственной пенитенциарной службы Олега Борисовича Янчука, который представляет управление криминальной исполнительной инспекцией, рассказать нам о перспективах, вызовах внедрения в Украине системы пробации. Добрый день всем. Спасибо большое за возможность поучаствовать в вашем мероприятии. И в первую очередь, конечно, мне хотелось бы засвидетельствовать своё уважение к людям, которые либо в силу служебных обязанностей, либо в силу своих социальных, гражданских убеждений искренне пытаются помочь детям в нашей стране и не только в нашей стране. Это очень важно, это тема, которая понятна сегодня во всём мире. Поставленная передо мной задача сегодня рассказать вам о новой теме в нашей системе права и вообще в нашей стране, о пробации. 5 февраля этого года Верховной Радой Украины был принят закон Украины о пробации. И таким образом в нашей стране была поставлена точка, если точнее, троеточие в долгой 12-летней истории работы над этим вопросом. Одновременно вместе с принятием, введением действия закона о пробации, который был введён в действие 28 августа этого года, вступило в силу постановления Кабинета Министров Украины от 30 июня этого года, 456, оно на экране, о внесении изменений в положение про государственную пенитенциарную службу, которым государственная функция реализации государственной политики в сфере пробации была возложена на государственную пенитенциарную службу. Здесь я хотел бы сделать одно маленькое отступление, я больше их не буду делать, но поскольку тема касается детей, которые находятся в конфликте с законом, хочу обозначить один исторический факт, который может со временем будет умалчиваться или просто будет искривлён в какой-то мере. Дело в том, что законом о пробации, этим важным шагом на пути реформирования системы юстиции, наша страна обязана, опять же, детям. Почему? Потому что если бы не концепция реформирования уголовной юстиции в отношении несовершеннолетних, которой вы знаете, которая была принята в нашей стране, и если бы в плане реализации этой концепции не было включено введение пробации для несовершеннолетних в нашей стране, то наша страна не увидела бы, наверное, на сегодняшний день пробации, которая успешно работает в мире уже более 200 лет. Так что на детской теме мы опять въезжаем в международные стандарты. Это хорошо и важно. В соответствии со стратегией внедрения пробации, как вы уже поняли, поскольку эта функция возложена на государственную пенитенциарную службу, подразделения пробации будут создаваться путём реорганизации уголовно-исполнительной инспекции, которая на сегодняшний день является органом государственной пенитенциарной службы и обеспечивает исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, а также осуществляет контроль за поведением осуждённых, освобождённых от отбывания наказания с испытанием. Ну, просто на этом слайде я хочу представить в целом структуру, чтобы вы поняли объём нашей деятельности. Здесь вы видите количество людей, которые находятся у нас на учёте, количество наших сотрудников и виды наказаний, которые исполняются. Естественно, встаёт вопрос, достаточно ли сегодня у нас имеющегося опыта исполнения наказаний, альтернативных лишений свободы, которые у нас исполнялись в стране и до принятия закона о пробации, для того, чтобы организовывать пробационные мероприятия. Ну, для того, чтобы это понимать, нужно рассмотреть национальную модель пробации, которая закрепляется законом Украины о пробации, и определить её отличия от существующей до этого в Украине системы исполнения альтернативных мер наказания. Законом Украины о пробации определяется как система наблюдательных и социально-воспитательных мер, которые применяются по решению суда в соответствии с законом, к осуждённым, также исполнение определённых видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, которая характеризует обвиняемого. В принципе, даже уже из определения пробации, которое закреплено в законе, видно, что исполнение наказания альтернативных лишений свободы, которым мы занимались до этого, является только лишь одной составляющей частью системы пробации, которая предполагается законом. Однако стоит обратить внимание на один очень важный момент, который иногда трактуется неправильно с точки зрения широкой социальной составляющей пробационной работы. Социальная реабилитация нарушителей является не целью и сутью пробации, а лишь инструментом для достижения цели пробации. Целью пробации является обеспечение безопасности общества путём исправления осуждённых и предупреждениями повторных уголовных правонарушений, обеспечение суда информацией, характеризующей обвиняемых с целью принятия судом решения о мере их ответственности. Я в двух словах позже скажу чуть конкретнее на эти темы, но ещё раз хочу подчеркнуть, что пробация – это не забота о правонарушителях, а это обеспечение безопасности общества путём более широких мероприятий, которые проводятся с правонарушителями, кроме контроля за исполнением судебных решений. Мероприятие пробации организуется органом пробации, так называют нас в законе, а в отношении субъектов пробации – это тоже законодательный термин, в круг которых, кроме осуждённых к альтернативным мерам наказания, включаются теперь и обвиняемые лица, то есть до принятия судом решения о вине, виноватости или невиноватости субъектов. На этом этапе теперь мы тоже будем подключаться к работе с этими людьми. Исходя из трёх отмеченных групп субъектов пробации, закону определяется три вида пробации. Они чисто формальные для того, чтобы разделить направление работы. Первый вид – это досудебная пробация. Это обеспечение суда формализированной информацией, которая характеризует обвиняемого с целью принятия судом решения о мере его ответственности. Мероприятие досудебной пробации осуществляется по запросу суда относительно лиц, которые обвиняются в совершении преступления. То есть, простыми словами, по письменному запросу суда офицер пробации по определённой методике должен провести сбор и анализ информации, которая характеризует личность обвиняемого, его уголовную криминальную историю, условия жизни, которые имеют определяющее влияние на его поведение, определяет наличие социальных и личностных ресурсов, которые могут положительно повлиять на поведение в случае, если правонарушитель не будет изолирован от общества. И, учитывая всё вышеуказанное, делается вывод о возможности или невозможности исправления правонарушителя в случае применения наказания не связанного с лишением свободы. Эта информация передаётся в суд, и она принимается судом во внимание при вынесении приговора. Следующий вид пробации – это наблюдательная или, правильнее сказать, надзорная, просто мы обычно используем на украинской мове наглядово, правильная надзорная, скорее всего, пробация – это осуществление надзорных и социально-воспитательных мероприятий в отношении осуждённых к альтернативным мерам наказаний. Надзорная пробация будет применяться в соответствии с приговором суда и заключаться в обеспечении исполнения лицами осуждёнными к наказаниями, связанными с лишением свободы, указанных в приговоре обязанностей, которых очень разнообразно, их может быть много. Новой формой работы с такими лицами, не лишёнными свободы, будет составление индивидуального плана работы с субъектом пробации, чего уголовно-исполнительная инспекция не делала раньше, и который будет включать мероприятия надзора и социально-воспитательной работы. Социально-воспитательная работа в системе пробации определяется как мероприятие, которое проводится по индивидуальному плану работы с осуждённым с учётом оценки риска совершения им повторного преступления и предусматривает дифференцированный подход во время предоставления консультативной, психологической и других видов помощи, содействия трудоустройству, привлечения к учёбе, участия в воспитательных мероприятиях и социально-полезной деятельности, а также проведение индивидуально-профилактической работы. То есть вот этот спектр всех мероприятий ранее в Головно-исполнительной инспекции не осуществлялся. Осуществлялся исключительно контроль за исполнением обязанностей, которые находятся в приговоре суда. Надзор в законопроекте определён как мероприятие, которое осуществляется органом пробации по месту жительства, работы и учёбы осуждённых с целью соблюдения обязанностей, определённых законом и возложенных на них судом. Стоит заметить, что понятие пробационного надзора, в отличие, например, от полицейского надзора или тюремного надзора, имеет существенную специфику, существенное отличие, которое раскрывается в правилах Совета Европы о пробации, которые являются стандартами европейскими пробаций. И они отмечают, что понятие пробационного надзора шире, чем понятие контроля, просто контроля. Пробационный надзор, кроме контроля за исполнением осуждёнными обязанностей, предусматривает предоставление помощи, направленное на поддержку осуждённого в обществе, о чём я сказал выше. В рамках надзорной пробации также предполагается применение пробационных программ, которые применяются по решению суда и таким образом являются обязательными для участия осуждённых. Применение таких программ предусмотрено лишь к одной, но самой многочисленной категории субъектов пробации, к лицам, освобождённым от отбывания наказания с испытательным сроком. Они у нас составляют практически 90% тех, кому применяются наказания, альтернативные лишения свободы. По содержанию программы будут разделяться на программы психокоррекционного содержания, например, преодоление агрессивного поведения, вредных привычек, психологических проблем, или социально-реабилитационного, приобретение позитивных социальных навыков, возобновление социального статуса, устранение или минимизация негативных социальных факторов, вернее, факторов, которые негативно влияют на поведение в обществе. Кроме того, в период надзорной пробации закон позволяет привлекать к осуществлению мероприятий надзора за осуждёнными и проведению с ними социально-воспитательной работы волонтёров пробации. Они в законе определены как физические лица, которые достигли 18-летнего возраста, уполномочены органом пробации на исполнение отдельных заданий, связанных с пробацией на добровольной и бесплатной основе. То есть пробационные программы и волонтёры пробации – это две абсолютные новеллы в нашей деятельности, которых у нас до этого не было. И, наконец, пенитенциарная пробация, которая заключается в содействии в подготовке к освобождению лиц, отбывающих наказание в виде ограничения или лишения свободы на определённый срок с целью их трудового и бытового устройства после освобождения по избранному месту жительства. Орган пробации совместно с государственными органами местного самоуправления содействует осуждённым, которые готовятся к освобождению в определении места жительства после освобождения, устройств и специализированные учреждения для освобождённых, госпитализации в заведениях здравоохранения лиц, которые нуждаются в стационарной медицинской помощи, и также трудоустройства работоспособных лиц. Сразу хочу ответить ключевой момент. Возможно, многие из вас сталкивались с системой социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения или ограничения свободы, которые существуют в нашей стране. Этот закон на сегодня действует, и участие в апробации в этом процессе не означает, что она заменит функцию администрации учреждений, которая осуществляется на сегодня. Она будет подключаться к этой работе на этапе предварительного решения этих вопросов. Но если сегодня администрация учреждения вынуждена решать предварительно эти вопросы путём переписки с другими, возможно, регионами Украины и получать только письменные ответы на свои письменные запросы, то с введением в действие этого направления непосредственно офицеры пробации по избранному месту жительства, осуждённым после освобождения, будут воочию решать эти вопросы с всеми субъектами социального патронажа, которые предусмотрены законом. Таким образом, мы предполагаем, что, во-первых, значительно повысится эффективность этой подготовительной работы, реальность той информации, которая будет приходить в учреждения, ну и, естественно, оперативность получения информации администрации учреждения. Ну, эта схема просто демонстрирует основные виды пробации, основное их содержание, которое предусмотрено законом. Естественно, законом о пробации предусмотрены особенности пробации в отношении несовершеннолетних. Они касаются содержания досудебного доклада и процедуры его подготовки. Они касаются особенностей реализации пробационных программ, которые будут реализоваться во взаимодействии с органами социальной политики. Они касаются взаимодействия со всеми органами и службами, которые занимаются несовершеннолетними. Они касаются участия родителей в этом процессе. Но я не буду на них останавливаться, потому что программа предусмотрена на параллельной сессии выступления моей коллеги Ирины Макатась, преподавателя нашего института, которая более детально остановится на вопросах специализации или, как сказать, особенностей пробации в отношении несовершеннолетних. С точки зрения существующей в нашей стране практики работы с осужденными к альтернативным видам наказаний, система пробации ставит перед нами определенные вызовы, которые заключаются в следующем. Первое – это приобретение персоналом пробации статуса участника судебного производства и необходимость приобретения навыков работы с обвиняемым, чем мы не занимались. Необходимость использования абсолютно новых для нас инструментов работы с субъектами пробации, которые позволят работать конкретно с каждым случаем и выявлять конкретно проблемные вопросы и решать их, а не применять общие шаблоны для работы с нашими подучетными. Расширение объема и существенное изменение содержания взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, налаживание новой формы отношений с обществом через организацию волонтеров пробации, внедрение новой системы управленческого менеджмента пробации, которая базируется на постоянном мониторинге и контроле эффективности деятельности пробации. Несмотря на то, что упреждая вопросы некоторых, несмотря на то, что закон апробации введен в действие еще 28 августа этого года, реальные шаги по его внедрению будут возможны только лишь после принятия соответствующих изменений в другие законодательные акты, в основном в процессуальный, уголовный, уголовно-исполнительный кодекс и другие законы. Эти изменения содержатся в проекте законов, который перед вами 24-90А, он находится в Верховной Раде Украины. На сегодняшний день он прошел согласование в комитетах, но еще не принят. Поэтому пока мы работаем по старой схеме уголовно-исполнительной инспекцией. И этот люфт позволил нам в данный момент разрабатывать совместно с европейскими специалистами инструменты и методики пробации, с которыми мы будем работать, которые соответствуют международным и европейским нормам. В рамках этого закона будут приняты подзаконные нормативные акты, которые находятся на экране и которые также позволят реализовать его нормы. Они касаются в основном тех новаций, которые перед нами ставят закон апробации. И эти и другие шаги содержатся в стратегии реформирования судоустройства и судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы, которая утверждена указом президента Украины от 20 мая этого года, номер 276. Если кому-то интересно, он может посмотреть, как мы будем работать конкретно с этими шагами. Последнее, что я хотел бы сказать. Конечно, я практически уверен, что мое выступление вряд ли позволило вам в целом представить, что такое апробация и какова будет схема ее работы в нашей стране. Но это абсолютно нормально. Главное понимать, что это важный реформаторский шаг, который позволит нам очень серьезно изменить в лучшую сторону работу с нашими подучетными, особенно с детьми. И даже те 272 народных депутата, которые голосовали за этот закон, они абсолютно не понимали суть этого закона, но они понимали, что это нужно сделать, и они это сделали. Теперь дело за нами. И, как вы уже, возможно, уловили очень многие знакомые для себя слова и направления, в частности, пробационные программы, которых у нас еще нет. У нас нет абсолютно практики и их реализации в рамках пробации. Но у вас есть богатый потенциал тех методик, тех наработок, с которыми вы сюда приехали, о которых вы сегодня говорите. И мы, конечно же, рассчитываем, что пробация – это дело не только пенитенциарной службы, а это дело, в принципе, всех активных верст нашего государства. И рассчитываем на то, что вы нам все-таки поможете наладить эту работу, и мы будем этим заниматься вместе с вами долго и успешно. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Олег Борисович. Это была действительно очень интересная презентация. И я думаю, что многие сидящие здесь в зале увидели уже для себя перспективы сотрудничества с пенитенциарной службой в рамках пробации. Это диктует особые вызовы и специфическую роль для тех, кто непосредственно работает с несовершеннолетними и особенно неправительственной организацией. Я думаю, что мы должны будем обсудить вопросы нашего дальнейшего сотрудничества. А сейчас более детально о методиках и моделях пробации для несовершеннолетних я хочу пригласить рассказать эксперта группы Агритим Канада Консалтинг Наталью Двинских. Спасибо. Доброе утро, уважаемые участники и организаторы конференции. Очень рада, что удалось к вам присоединиться, хотя не с первого дня, но надеюсь, что мое участие будет здесь полезным. Прежде чем перейти непосредственно к теме моей презентации про пробационные методики и модели, позвольте мне кратко рассказать о проекте, представителем которого я являюсь, и рассказать, собственно, чем мы занимаемся. Проект называется «Реформирование системы криминальной юстиции для несовершеннолетних в Украине». И вы можете прочитать на слайде, что он способствует разработке эффективной системы криминальной юстиции для несовершеннолетних. Задачами которой являются уменьшение уровня преступности среди детей, защита прав несовершеннолетних правонарушителей и предоставление помощи несовершеннолетним нарушившим закон с целью их реабилитации и реинтеграции в общество. Направление работы проекта – это изменения в национальной политике и законодательстве. Проект работает довольно давно, и закон апробации очень долго не принимался, и все это время мы работали совместно с Министерством юстиции и ДПТСУ по внесению изменений, которые соответствуют лучшим стандартам международным. Второе направление этого проекта – это повышение потенциала органов судебной власти и других институций, которые связаны с работой с несовершеннолетними в конфликте с законом. Сейчас мы довольно широко помогаем криминально-уголовно-исполнительной инспекции в обучении их специалистов, потому что после принятия закона апробации функции их существенно поменялись, и это не просто надзор, но больше организация работы, индивидуальная работа с несовершеннолетними. Также огромная часть нашего проекта – это пилотные инициативы, которые касаются не только апробации, но и профилактики правонарушений и изменения в судебных практиках, скажем так. Проект финансируется Канадский министерство иностранных дел и реализуется компания «Агритим Канада Консалтинг» с сотрудничеством с правительством провинции Альберта. В Украине вы можете увидеть перечисленные партнеры – это и Верховный суд Украины, и Министерство внутренних дел Украины, Государственная пенитенциарная служба Украины, Министерство социальной политики, Министерство юстиции. Со всеми этими институциями мы работаем не только по изменению законодательства, но и по реализации пилотных моделей, которые, в принципе, наполняют смыслом изменения этого законодательства. Что же такое эффективная система правосудия для несовершеннолетних, внедрение которой в Украине поддерживает проект? Каковы ее составляющие? Эффективная система правосудия осознает, что подростки отличаются от взрослых. Это самая главная мысль. Но при этом они имеют права, которые в силу их возраста, то, что они ограничены в некоторых своих возможностях, иногда нарушаются. Эффективная система правосудия направлена прежде всего на реабилитацию и на реинтеграцию подростков, совершивших правонарушения в общество, но при этом она помогает осознать вред, который подросток принес обществу, и обеспечивает осознание ответственности за свои действия. И также одним из принципов – это то, что такая система привлекает к решению проблем семью и общественность. В украинском языке есть такое хорошее слово – громаду. Кратко остановлюсь на всех пилотных моделях, которые есть в проекте. Это программы профилактики, которые, в принципе, не касаются пробации, но являются важной составляющей проекта. У нас есть программа сотрудничества школ и милиции. На этапе судебного процесса и наказания это досудебный отчет. Олег Борисович его представил. И на этапе коррекции это модель центра посещения. Программа сотрудничества с школой милиции состоит из двух компонентов. Это программа исследователей, где мы привлекли организацию ПЛАСТ, вы знаете, скаутская украинская организация, которая помогла инспекторам КМСД, криминальной милиции по делам детей, прийти в школы по-новому. В чем заключается эта программа? Это обычные пластовские занятия, практически теоретически, но с уклоном в правоохранительную деятельность. Как и в ПЛАСТе, исследователи получают награду за полученный навык изученную тему, а также участвуют в общественно полезных проектах, связанных с темой модуля. Главное отличие исследователей от классических пластовских групп это привлечение к работе милиции, ну или полиции сейчас, а также работа над темами, связанными с законодательством, работой правоохранительных органов, личной и общественной безопасностью. Вторая часть этого проекта это школьные инспектора милиции. Работники милиции, которые прошли специальное обучение, оказывают поддержку работникам администрации школ в реагировании на инциденты, планировании и проведении мероприятий, направленные на допущение правонарушений в школах. Но здесь работает примерно такой же принцип, как в новой полиции, это присутствие. Представители милиции проводят встречи с подростками, с родителями, их знают в лицо, родители могут к ним обратиться, подростки, учителя, администрация школы. И в принципе они обучены специальным методикам по разрешению различных уровней и инцидентов в школах. Не буду останавливаться на досудебном отчете. Скажу только, что у нас два пилота. Один в Ивано-Франковске, другой в Мелитополе. В Ивано-Франковске досудебный отчет готовит служба по делам детей. Для чего нужен этот досудебный отчет? Чтобы... Ну, это не отчет об расследовании, это не связано с преступлением, а связано больше с характеристиками самого ребенка и его окружения. Это позволит суде, когда у него будет больше... Ну, в рамках законодательства, конечно, особенно когда у него будет больше возможностей выбора пробоционных программ, выбора наказаний, все-таки назначить адекватное наказание. Для того, чтобы и обезопасить общество, и помочь ребенку. В Мелитополе мы начали работу, там досудебный отчет предоставляют инспектора КВИ или офицеры пробации. Ну и основная модель организации работы с подростками, которые нарушили закон, мы назвали это «Центр посещения». Это калька с канадской модели «Attendance Center». Первоначально модель задумывалась как... Ну, в принципе, она и сейчас так есть. Сотрудничество КВИ и КВИ Криминальной исполнительной инспекции или Уголовной исполнительной инспекции и Центров социальных служб для молодежи. Центр размещается на базе социальных служб и инспектора КВИ выступают как кейс-менеджеры. То есть они планируют деятельность, индивидуальную деятельность с ребенком, индивидуальные занятия, консультации и привлекают Центр социальных служб для специальных программ. Ну, и такие компоненты этой модели. Это оценка, собственно, сама программа и мотивация. Сейчас я подробно расскажу об этом всем. Оценка. Оценка является стержнем этой программы. Вот такие вот методические рекомендации мы выпустили. И они утверждены Государственной пенитенциарной службой Украины. В чем состоит оценка? Оценка рассматривает так называемые криминогенные факторы. Это те факторы, которые... Я бы покороче... Которые способствуют преступному поведению несовершеннолетнего. И факторы, на которые можно повлиять. В процессе работы оценка проводится еще несколько раз. И в конце срока инспектор смотрит, насколько улучшились показатели. В каждом пилоте существует такой банк ресурсов, где в зависимости от разных категорий, по каждой категории, инспектор заполняет, какие есть ресурсы в регионе. И вот вы можете видеть эти категории. Это ситуация в семье, обучение, трудоустройство, отношения с друзьями и сверстниками, употребление психоактивных веществ, личные качества и отношения к правонарушению. Насколько подросток понимает, что он совершил, насколько понимает, что за вред он принес. Программы. Выбор программ. Программы соответствуют тем категориям риска, которые инспектор обнаружил. Он не просто заполняет эту оценку, он общается с семьей, с школой. С ближайшим окружением ребенка смотрит на какую-то документацию и отмечает уровень риска. Есть низкий, высокий и средний. Обращается внимание на высокий и средний риск и строится дальнейшая работа. Также инспектора определяют уровень мотивации к изменениям по этим категориям. Вы, наверное, все знакомы с методикой мотивационного интервьюирования. Мы обучаем этой методике. И для того, чтобы определить уровень мотивации, инспектор, работающий с подростком, применяет эту методику. Ну и, соответственно, с этим строят свою работу. Так как у меня осталось мало времени, не буду объяснять, что такое факторы восприятия и защиты. У нас есть пособие, вы можете почитать это все. Что будут выложены скоро на сайте. Есть специальные программы, которые разработаны в рамках проекта. Это программа управления гневом. Вот такое методическое пособие есть. Утверждено Министерством образования и науки Украины и Министерством социальной политики Украины. Пособие состоит из собственного пособия и рабочей тетради для участников. Довольно хорошие результаты были по анкетированию подростков, участвующих в этой программе. Эта программа позволяет осознать свои эмоции. Предписана для тех подростков, у которых проблема с агрессией, с вербальной и физической. И состоит из четырех блоков занятий. И, в принципе, после прохождения этих занятий дети начинают говорить о своих эмоциях, осознавать свой гнев, понимают, что можно выражать свой гнев каким-то более приемлемым для общества способом. Это программа для мальчиков. Сначала ее пытались использовать и для мальчиков, и для девочек. Для девочек она не очень подошла, поэтому разработали специальную программу для девочек. Учимся управлять эмоциями. Еще одна программа «Жизненные навыки». Она все еще тестируется, уже близко к завершению. Эта программа направлена на формирование необходимых практических и теоретических знаний, умений, навыков. И затрагивает такие темы, как семья, общение, планирование бюджета, организация досуга, необходимость введения здорового образа жизни, а также темы прав и обязанностей несовершеннолетних. Всего три программы. Еще над некоторыми у нас ведется работа, но вы понимаете, что этого недостаточно для полноценных пробационных программ. Поэтому мы бы рады были включить в наш банк ресурсов, скажем, не в наш банк ресурсов, а в банк ресурсов пробационных программ, еще другие программы, которые будут соответствовать критериям. Но важной частью является мотивация. И если после окончательного введения в действие всех нормативных актов по закону по пробации пробационные программы будут предписываться судом, сейчас это дело чисто добровольное, и очень большую роль играет мотивация. Что мы используем в виде мотивации? Это мастер-классы, организация экскурсий, организация досуга, доступ к компьютерам. И важно, конечно, это атмосфера, атмосфера принятия. Дети с удовольствием разговаривают с социальными работниками. Для многих это такой опыт нечастый. Программа у нас есть в Мелитополе, Ивано-Франковске. В Мариуполе начали программу, но приостановили. Сейчас опять возобновляем. Они, в принципе, работают по нашей модели, и мы обучаем нашим программам. В Запорожье недавно произошло открытие центра. Во Львове будет в начале следующего года открытие. Планируется еще открытие центра в Киеве. Ну и мы планируем попробовать открыть центр не на базе центра социальных служб для молодежи, но и на базе пробаций. Не знаю, еще в каком это городе произойдет, но центры социальных служб для молодежи, конечно же, остаются главным партнером, но мы бы с удовольствием привлекали и другие организации для этой работы. Ну, скажем, не мы, а службы пробаций. Что мы увидели, что по отношению к употреблению психоактивных веществ, по нашему анализу ситуации и по отзывам наших партнеров существует большая проблема в этой категории. Они не так часто сталкиваются с подростками в серьезной зависимости, но когда сталкиваются, очень не уверены, что делать. Только вчера мне рассказали несколько случаев. Мальчика направили на детоксикацию. Он как-то закончил программу. После этого совершил новое преступление и сел в тюрьму. Ну, как бы и так конкретно инспектора, мне показалось, они не очень были удовлетворены результатами, потому что, к сожалению, не смогли ему предложить неполноценной программы, не направить к хорошим специалистам. Сейчас совместно с Министерством социальной политики, у нас существует рабочая группа, и Министерство социальной политики создает банк пробационных программ. Критерии к этим программам, как их будут утверждать, будут на сайте Минсоцполитики. И приглашаем вас подавать ваши программы, те, которые соответствуют выбранным критериям. Большое спасибо. Мы есть на Фейсбуке. Спасибо. Большое спасибо, Наталья. И чтобы закончить тему наших презентаций на сегодня, так как мы говорим о правах ребенка, одним из ключевых прав ребенка является право на здоровье и право на его доступ к профилактическим, лечебным, реабилитационным услугам. И мы попросим нашего специалиста по исследованиям из Украинского института социальных исследований Александра Еременко рассказать о том, насколько доступны услуги по тестированию на ВИЧ для подростков, в том числе подростков из групп РИСКа. Добрый день. Меня зовут Екатерина. Представляю Украинский институт социальных исследований имени Александра Еременко. И мы при поддержке, технической поддержке и основным нашим заказчикам ЮНИСЕФ, детского фонда ЮНИСЕФ, провели исследование. Это уже такая вторая волна. Первая волна в 2013 году, вторая волна в 2015 году. Это было исследование, как раз нацелено на оценку доступности к тестированию и консультированию ВИЧ непосредственно подростков и подростков с группы РИСКа. Какая же основная цель самого исследования? Мы хотели изучить в основном это мнение подростков и качество предоставленных услуг, которые они получили, их опыт тестирования. Они непосредственно, те, кто имел опыт тестирования, оценивали свое участие. И основные задачи – это определить потребность, это выявление, конечно же, основных барьеров доступности к тестированию на ВИЧ. И так как мы уже имели вторую волну исследования, это позволило нам провести такой некий мониторинг и динамику изменения доступности к тестированию. Сколько же мы опросили? Мы опросили, я, наверное, не сказала, это был онлайн-опрос подростков, и мы опросили 1439 подростков. Непосредственно рекрутинг подростков осуществлялся через наших партнеров, клиентов, при содействии их. Это и клиники «Дружественные к молодежи», это и партнеры и организации, которые государственные и общественные, которые работают с подростками. Мы просили их разместить ссылку на опрос на их сайтах, а также рассылали с помощью сети клиник «Дружественные к молодежи» приглашение, чтобы пройти тестирование. И вот подростки и молодежь также с этой группы 10-24 лет, они имели такую возможность пройти наш опрос. Основной анализ. Нам было интересно посмотреть результаты по половому признаку среди парней и девушек, а также результаты среди группы риска. Кого мы туда относили? Группы риска – это те, кто имел больше 6 половых партнеров за последние 12 месяцев, или же имел такую практику рискованного поведения, это секс без презерватива с человеком противоположного пола. Также это были группы риска – это женщины коммерческого секса, а также мужчины, которые имеют секс с мужчинами. И, конечно же, мы учли тех подростков, которые имеют опыт употребления инъекционных наркотиков. Если смотреть кратко на рискованные практики в контексте ВИЧ, мы получили, что большинство из наших опрошенных имели сексуальный опыт в своей жизни, и 35% из них имели опыт секса без презерватива с противоположным партнером. Меньшинство – это очень малые такие показатели, но все же имеются такие примеры рискованного поведения, это как оплата за сексуальные услуги, это предоставление сексуальных услуг за вознаграждение, тоже это элементы, это примеры рискованного поведения, секс без презерватива между мужчинами и опыт употребления инъекционных наркотиков. Если говорить о группе риска, мы перед этим смотрели, кто же входит в нашу группу, мы получили, что среди наших опрошенных этот процент становится 18%. И если смотреть только среди подростков группы риска, только подростков 10-19 лет, этот процент становится 14%. Мы установили также, что наиболее высокий процент группы риска сосредоточен именно в возрастной группе 18-19 лет подростков, а также, если по половому признаку, то это мальчики. И если говорить о несовершеннолетних 10-17 лет, этот процент меньше 9%. Опыт тестирования на ВИЧ. Основным показателем было это тестирование за последний год и получение результата. Среди всех опрошенных такой процент 23%, а если говорить среди группы риска, мы получили, что этот процент достаточно высокий. Больше половины, 54% подростков с группы риска имели опыт тестирования. И также мы установили, что с увеличением возраста в разных возрастных группах и с увеличением этот опыт тестирования и консультирования на ВИЧ, он возрастает. Если говорить о доступности к тестированию, очень важно оценить соблюдение принципов предоставления этих услуг самими социальными работниками, медработниками, да, и мы смотрели на основные показатели, это возможные случаи нарушения порядка предоставления услуг, также нарушения возможных нарушений права доступа подростка к тестированию доступности. Сравнивая две волны, мы установили, что позитивные такие изменения, это то, что уменьшились случаи непредоставления до тестового консультирования, да, когда с ребенком, с подростком или с представителем молодежи, да, ведется беседа, также у него спрашивается разрешение на тестирование. Конечно же, есть и негативные такие моменты, это то, что до сих пор остались случаи, когда тест есть неанонимный или за тест просят деньги, хотя тестирование на тестирование, оно есть бесплатным. Так, ну, вы можете посмотреть, так бегло, потому что времени мало. Если говорить о разрешении, праве, да, участие в тестировании, консультировании, по нашему закону, подростки с 14 лет имеют опыт без разрешения родителей принимать участие, принимать тестирование, да, но с другой стороны мы получили такие результаты, что даже в возрастных старших, возрастных группах все равно были случаи, когда соцработники, медработники, да, и также представители клиник, например, дружественник молодежи или же центра СПИДа, просили разрешения у подростка. Куда же переадресовали, когда получили результат, ВИЧ-положительный результат, куда переадресовали потом подростка? В основном это центры СПИДа, а также это и клиники дружественные к молодежи. Видите, больше так, по сравнению с прошлой волной, центры СПИДа стали более популярны, если можно говорить, места, точки, куда переадресовывают подростков. И если говорить об основных барьерах, которые мы зафиксировали, причины, почему подростки не проходили тестирование, особенно среди подростков группы риска, основная причина, никогда над этим не задумывались. Или же считаю, это очень распространено такое мнение, что считают, что у них небольшой риск тестирования, или никогда никто не предлагал тест на ВИЧ, пройти тестирование, или же не знают, где это сделать. Хотя ведется очень такая большая со стороны детского фонда ЮНИСЕФ информационная кампания о клиниках и местах, о возможных путях передачи ВИЧ. То есть это очень так нацелено сейчас, над этим идет работа. Если говорить о мотивах тестирования на ВИЧ, такие основные вопросы мы спрашивали, кто тебе предложил пройти на тестирование в последний раз. Это были социальные работники, сотрудники общественных организаций, а также часть, 32% ответили, что тест проводили по собственной инициативе. То есть подросток или представитель молодежи сам прошел тестирование по своей воле. Почему ты решил сдать тест на ВИЧ, мы спрашивали. Также это основная такая причина, мне это было необходимо для сдачи документа на визу или же на поступление. Или же такой вот случай, был случайный секс без презратива, или же употребляли инъекционные наркотики. Поэтому решили сдать тест на ВИЧ. Если говорить уже так, резюмируя, основных шагах, которые нужны для того, чтобы повысить доступность к тестированию на ВИЧ, так как мы определили, что большой процент группы риска как раз среди подростков мальчика 18-19 лет, очень важно разработать стратегию по работе именно с этой целевой группой. Потому что даже среди процентных соотношений тех, кто тестировался на ВИЧ, мальчика это соотношение меньше, нежели среди девочек. По сравнению с девочками. Также это информационная компания. Со стороны детского фонда ЮНИСЕФ ведется информационная компания, компания GetTested, многие, я думаю, знают о ней. Это и ролики, нацеленные на подростков и на повышение тестирования на ВИЧ, а также это разные брошюры и раздаточные материалы в организациях. Также это онлайн-платформа, центр знаний Knowledge Hub. Вчера вы могли слушать о ней презентации. Также эта платформа нацелена, коротко скажу, на то, чтобы собрать партнеров и построить сеть, тренинговую сеть, которая бы позволила аккумулировать все знания, которые есть на благополучную работу. А также, основываясь на данных, понимание, что нужно совершенствовать процедуры соблюдения, предоставления, консультирования и тестирования, в этом направлении еще нужно работать. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Екатерина. Я бы хотела пригласить президиум Николая Николаевича Кулебу, полномоченного президента Украины по правам ребенка. Большое спасибо, Николай Николаевич, что вы нашли возможность присоединиться к нашей конференции. Для нас это особенно знаково, потому что сегодняшний день конференции как раз у нас посвящен обсуждению вопросов, касающихся прав детей групп риска, в частности детей, употребляющих наркотики. И обсуждение после обеда у нас будет обсуждение вопросов службы пробации для несовершеннолетних и реформирования криминальной исполнительной системы для внедрения службы ювенальной юстиции, восстановительного правосудия. Нам бы было очень интересно, чтобы вы остались с нами в течение целого дня. Мы понимаем, что вы очень заняты. И участники конференции подготовили проект резолюции, который мы планировали вручить вам его очень торжественно во время конференции. Но вы понимаете, во время обсуждения у нас возникла куча разных вопросов и дополнений, поэтому мы решили, что сырой проект резолюции мы вручать не будем, поэтому мы его доработаем в течение недели. И в конце следующей недели соберем все комментарии и перешлем вам, встретимся отдельно и обсудим, как мы можем помочь вашей работе и где нам будет нужна ваша помощь в донесении такой важной информации. Ну, вкратце я расскажу, что вы делали все эти три дня. У нас на конференции присутствует около 250 участников, в основном участники из Украины. У нас есть представители, мы посчитали 10 стран, оказывается, включая страны нашего постсоветского пространства и также нам европейские страны, Нидерланды, Польша, Великобритания. Во время конференции мы в основном рассматривали вопросы о предоставлении помощи детям и подросткам, которые употребляют психоактивные вещества, делились эффективными методологиями работы, рассказывали об успехах программ. И, конечно, не обошлось без обсуждения таких нагальных проблем, которые наши участники отметили. В первую очередь, одной из проблем, которые мы отметили, это то, что на государственном уровне сам факт употребления наркотиков подростками либо умалчивается, либо не рассматривается, поэтому эта группа остается в стороне от важных государственных программ. Очень усложнен доступ этой группы подростков к медицинским услугам, которые ориентированы на специфические потребности подростков, употребляющих наркотиков, включая услуги вторичной профилактики. Недостаточно подготовлены специалисты, как системы образования, так и социальной, и медицинской системы, именно специфики работы с этой категорией подростков. И одним из важных компонентов, так как эти подростки чаще всего находятся в конфликте с законом, мы считаем необходимым разрабатывать и внедрять систему восстановительного правосудия для этой группы подростков. Об этом мы будем сегодня более детально говорить. И я не буду зачитывать, наверное, всю петицию, но как одно из предложений, к которым мы хотели бы к вам обратиться, мы знаем, что сейчас в Украине будет разрабатываться национальный план действий по реализации конвенции ООН по праву ребенка. И я думаю, что найдется инициативная группа участников конференции, которая с удовольствием долучится, войдет в группу разработки этого плана действий. И мы бы хотели предложить включить, как один из пунктов плана, это использование в практике работы государственных учреждений и неправительственных организаций эффективных технологий, работы с детьми и подростками, которые употребляют психоактивные вещества. И дополнить этот план действий компонентом восстановительного правосудия в Украине. Рекомендации мы закончим, зачитывать все не буду. И мы бы хотели вам, наверное, не доручить, а просить вас содействовать, нам организовать обсуждение вопросов, связанных с оказанием услуг, с увеличением доступа детей и подростков групп риска, качественным медицинским услугам, социальным услугам, реабилитационным услугам. И мы бы хотели, чтобы в это обсуждение вовлекся широкий круг специалистов, как наркологов, семейных врачей, социальных работников, психологов, представителей родительской общественности. И как только резолюция будет готова, мы хотим обратиться к вам с просьбой поспособствовать, донести ее до правительства Украины, до органов городской, областных властей. И будем рады помочь вам, советам, консультациям, как только можно. Спасибо огромное. Я хочу поприветствовать всех участников конференции. Я знаю здесь представителей 10 стран. Это очень приятно. И хочу, конечно же, поздравить вас сегодня с Всемирным днем ребенка и днем совместных действий в интересах детей. Потому что здесь как раз, видно, все собрались те, кто очень активно действует в интересах детей. И мне очень приятно, что такой огромный интерес к этой теме. Потому что я думаю, что здесь собрались те, кто, возможно, в своей жизни сталкивался с очень серьезными проблемами в детской или подростковой среде в отношении той проблематики, которая была озвучена. Потому что я сам работаю около 20 лет уже в детской сфере. И работал именно с такими подростками непосредственно на улице с беспризорными детьми. Я начинал свою деятельность на улице именно в работе с детьми, которые дышат клеем, употребляют наркотики. Поэтому мне очень близка эта тема. И хотел бы сообщить, что наконец-то в Украине у нас нет детей, которые бы занимались сексом. У нас нет, в принципе, подростков и детей, которые употребляют наркотики. Даже траву уже никто не курит. Поэтому, в принципе, можете задавать вопросы. Хотелось бы в это верить и хотелось бы к этому стремиться, конечно. Но мы понимаем, что, скажем, возраст детей, которые употребляют наркотики, он все время падает. Мы понимаем, что вообще ужасные цифры в отношении ВИЧ в Украине. Но меня беспокоит другой вопрос. Потому что резолюция – это хорошо. И, знаете, позавчера у нас был очередной день, очередной праздник, да, где мы боролись, да, в кавычках праздник, где мы боролись с детским сексуальным насилием и эксплуатацией детей. Тоже закрытая тема. Никто не хочет об этом говорить, кому-то неприятно, а кто-то ничего не понимает. И почему я говорю об этом? Потому что та же проблема. Это школы, которые ничему не учат детей в этом отношении. Это родители, которые, по сути, эту тему обходят. Это семьи кризисные, которые, ну, не способны, да, дисфункциональны. И очень часто мы возлагаем на них те надежды, которые они не могут реализовать. Но меня интересует, как я могу быть максимально эффективен в этой работе. И вы мне можете помочь в этом. Потому что, зная то, как работает сегодня министерство, кабинет министров, зная, как работает администрация президента, исполнительные органы власти, я просто понимаю, что не так просто будет достучаться до тех чиновников, от которых будет зависеть принятие решения, реализация того, что будет принято. Потому что не все программы, ну, большинство программ, которые в социальной сфере принимаются, они не работают сегодня. И катастрофическая ситуация есть сегодня и с социальными службами, и с службами по делам детей, и вообще с самой системой. Потому что мы хотим жить через год-два в условиях децентрализации, но пока что никто не понимает, как будут распределены функции в этих условиях, как будут работать территориальные общины, кто там будет, будут ли там вообще социальные работники, сколько их будет. И смогут ли они доносить ту информацию, и те программы, и реализовывать, которые будут приняты. Опять же, что мы хотим сегодня на уровне Министерства образования? Что мы хотим сегодня от преподавателя? Да, потому что, ну, я так понимаю, что 90% того, что обсуждается здесь, это уровень там вторичной, да, третичной профилактики. Но я проработал больше 8 лет в службе по делам детей. И поэтому, ну, непосредственно понимаю, что проблема кроется в том, что о первичной профилактике никто не говорит. Но, как правило, ею никто не занимается. Вот. И что мы можем сделать сегодня, чтобы, ну, предотвратить эти явления? Вот что есть сегодня самое эффективное? Вот. Можем ли мы принять какой-то документ и быть уверены, что он будет реализован? Потому что мы знаем, какие проблемы в школах, да, большинство детей это проходит через школы. И, в принципе, как по мне, так самая эффективная программа мы могли бы быть там. Но что это за программа? То есть, может быть, нам начинать учителей чему-то учить все-таки. Вот. Чтобы они, ну, начинали работать с детьми. Потому что, опять же говорю, что если мы что-то примем, и оно не ляжет в ту систему, которая есть сегодня, оно не будет эффективным. То есть, мы сможем отчитаться, что мы провели конференцию, что мы что-то приняли. Мы поделились, это хорошо, что мы поделились опытом. Но очень малое количество людей сегодня, которые, ну, и готовы, и способны работать с детьми этих категорий. Я буквально позавчера говорил с главой Верховного суда, мы говорили о ювенальной юстиции. И все за. Все понимают, нужна специализация. Судей, прокуроров. Потому что не могут работать, знаете, ну, один человек не может вести криминальные дела, да, там, и уголовников уже, и детей, и решать вопросы. И отказываются, многие судьи отказываются вообще принимать решения, затягивают судебный процесс. И, поверьте, у меня когда-то, вот, до сих пор вспоминаю случай, когда, ну, подростка, было, я не помню, лет 8 назад, подростка осуждали. И я пришел к судье и говорю, что, ну, послушайте, он прожил 10 лет на улице, но у него не было родителей. Он говорит, он преступник, он должен сидеть в тюрьме. То есть, судья не хотел даже выслушать. Он говорит, это все лирика, зачем вы мне это рассказываете? Я знаю, что мне нужно делать. И мне было сложно ему доказать, что он должен взять во внимание ту социальную историю, которая есть у ребенка. Они не обучены этому. Поэтому, опять же, я возвращаюсь к тем программам, которые мы будем принимать. Что самое эффективное? Это я задаю себе вопрос сегодня. Может быть, в тех условиях, в тех реалиях, в которых мы живем сегодня, что может быть самым эффективным? Что сработает хотя бы на 70%, 80%? Потому что, ну, не хочется заниматься теми вещами, которые, ну, не сработают, не будут эффективными. Поэтому хорошо, что есть в Верховном Совете законопроект апробации. Я тоже буду подключаться к тому, чтобы он максимально в сжатые сроки был вынесен и проголосован. Хотя социальные законы, к сожалению, сегодня выносятся по остаточному принципу. К сожалению. Потому что есть ряд законопроектов, очень значимых, по моему мнению, как в социальной сфере, которые давно должны были уже приняты и разработаны механизмы, к сожалению, еще не приняты. Они лежат, они переносятся и так дальше. То есть, ну, это так, кратко о том, что наболело. Поэтому, может, вот сейчас, вот есть время, если у вас есть какие-то вопросы, или вот то, что мы могли бы совместно с вами обсудить, потому что я хотел бы вот эффективно использовать это время, чтобы от вас получить посыл, вот то, что, ну, в правильном отношении посыл, конечно, потому что я понимаю, что кто-то может неправильно понять. Вот. И получить вот то понимание, хотя бы на следующий год, что, по вашему мнению, вот в первую очередь нужно было сделать для того, чтобы эту систему поменять, для того, чтобы отношение к таким детям поменять, для того, чтобы на уровне первичной, там, вторичной, так дальше, профилактики мы могли быть более эффективны. Запрошу и додиалогу. Пожалуйста. Здесь есть Владимир Вовк, эксперт из моего офиса. Он тоже, Володь, подключайся. Александр Остапов, Ассоциация снижения вреда. Вы знаете, ну, я так понимаю, что если были применены инопланетные какие-то технологии, и у ребенка, и у подростка, и у взрослого можно было бы изъять ту часть, я не знаю, программы, которая отвечает за соблюдение или не соблюдение закона, мы бы решили этот вопрос, как вы говорите, на 75%. Поскольку этого нет, мы сталкиваемся с тем, что есть. А есть у нас ресурсы, которые, это и НПО, это и продвинутые социальные службы, и другие организации профильные, которые в этом работают. Это раз. И второе, абсолютное отсутствие или недостаточное альтернативных для подростков каких-то активностей, я имею в виду те же спортплощадки, те же какие-то вещи. Потому что, когда мы вытаскиваем их с подвала, мы не можем что-то им предложить взамен, кроме как посетить организацию или какую-то группу. Предложение какое? Это комплекс должен быть тот, который позволит нам, как вы говорите, хотя бы дойти до уровня 70%. А комплекс – это мобилизация всех этих активностей, которые есть в регионе. В любом каждом она есть. Просто они разрозненно работают. И второе – это уже государственная политика в том, чтобы альтернативно создать площадки. Спасибо. Спасибо огромное. Я полностью с вами согласен. И, понимаете, звучит оно классно. И я готов поддержать всеми силами. Но вы понимаете, что то, что сегодня происходит в нашем государстве, я не говорю о уровне политиков, депутатов, в самом обществе. К сожалению, вообще детство обесценивается. К сожалению. А тем более в кризис экономический, в социальный кризис. И понятно, что нужно развивать активности для подростков. Я тоже считаю, что это приоритет номер один. Всегда привожу пример, что когда в Соединенных Штатах бутылка пива стоит 5 долларов, а спортивный зал даром, понятно, что ребенок, у него мало альтернатив. А когда здесь все наоборот, то естественно, что подросток выбирает более легкий путь. Однозначно. То есть в этом плане это понятно. Но когда вы говорите, что нужно переориентировать государственную политику, это, знаете, для меня звучит так, что идет огромный поезд на большой скорости, я должен его снять с рельс и переставить на другие рельсы. Это процесс. Сколько он будет длиться, я не знаю. Но в это время умирают подростки, умирают дети, отпав и так дальше. Вот какие сегодня шаги вы видите реальные? Что может нас к этому привести, к чему вы говорите привести? Потому что мы как общество должны поменять свое отношение к детям. Вот что бы это привело? Потому что это не только от депутата Верховного Совета зависит от президента, а от общества в целом. Потому что это от директора школы зависит. Возьмет он эти деньги с родителей и ремонт спортзала сделает, и организует работу нормальную в школе с детьми. Либо он себе окна поставит в кабинете и купит кондиционер и так дальше. То есть это сознание людей, которые живут в этом обществе. Как мы постепенно можем прийти к этому? Потому что это беда сегодня. Вот в этой сфере, что мы видим? Самое эффективное, что может сработать? Общественный контроль. Хорошо. Прошу подключаться. Город Николаев, фон Кюнитус, Одинков Сергей. Я считаю, что то, что вы проговорили, Александр, это очень важно. Но это, мне кажется, следствие одной огромной проблемы. Если вы посмотрите в разрезе любой программы, которые принимаются на местах, региональная, городская, районная, вы не найдете ни одного аналитического отчета, вы не найдете ни одного исследования, вы не найдете настоящих цифр. К сожалению, сегодня качество данных, которые используются государственными учреждениями, оно очень низкое. И оно не отвечает сегодняшним потребностям. И, соответственно, получается порочная практика. Мы даем, ну мы, как общество, да, в лице государства, которому мы выбирали и власти, недостоверной информации. В Киеве 22, ребенка с зависимостями, да, в Николаеве 2. И детей у нас нет курящих и так далее. Соответственно, так как у нас государство живет по программным целевому методу, программы создаются неэффективные. Существуют такие сумасшедшие перекосы, когда в Николаевской области на 500 детей тратится четверть миллиарда гривен в год, ежегодно, извините, эти деньги можно распределить. А это, ну я не буду говорить на какую программу, да, но я думаю, мы все понимаем. Ну, вы, в всяком случае, точно понимаете, что за программа. Вот. И мы все молчим. И мне кажется, единственный выход из этой ситуации, это создание механизма. Это, я думаю, можно довольно-таки быстро сделать. Создание механизма, где информация, полученная от общественных организаций, ответственных общественных организаций, которые имеют авторитет и опыт работы, которая будет приравниваться, либо использоваться для создания региональных, районных, городских программ. Тем более это важно в контексте той же самой децентрализации. Потому что пока мы не будем говорить о проблемах в цифрах, пока мы не будем говорить о проблемах в контексте научного подхода, мы, какой бы замечательный закон бы не был бы, если цифры будут враньем и не будут отвечать вызовам сегодняшнего дня, все наши действия просто не будут, не иметь никакого значения. Хорошо. У меня к вам вопрос. У вас есть четкое понимание, что бы вы хотели получить в идеале в Николаевской области? Поддержку каких программ и как система должна работать по-вашему, чтобы это было эффективным? Первое, что я хотел бы сделать в Николаевской области, это понять на самом-то деле, а с чем мы имеем дело. Для этого нужно провести, я считаю, в кратчайшие сроки определенную, наверное, оценку ситуации. Потому что я работаю в контексте профилактики насилия среди детей, сексуального и сексуальной эксплуатации, профилактики социально небеспечных хвороб, сервер-разловых групп и несколько других. Но я абсолютно плаваю в других вопросах, которые также являются комплексными. Я считаю, что необходимо создать, я не знаю, как это назвать, проект, не проект, программу, не программу, по определению региональных сетей, организаций общественных. Возможно, придется создавать даже новых лидеров для этого. Ну, я думаю, что есть люди, которые заинтересованы. Скажите, а критерии оценки у вас уже определены? Вот какой бы вы хотели в идеале получить оценку территории? По каким критериям? Сложный вопрос, но я бы, наверное, начинал по группам. Дети, молодежь, взрослые, старики. Ну, если мы говорим как бы в контексте, да. И по каждой этой группе я бы собирал бы круглые столы, какие-то фокус-группы, где бы определялись тонкие места. Возможно, это были бы и социальные работники, социальных служб, которые работают в поле фактически, которые видят проблемы. Есть замечательные механизмы, как координационные советы, на которых, я не могу сказать, что попадает это в протокольные решения, да, но люди, которые работают на местах, они, в принципе, осведомлены о проблемах, о трудностях, о системных нюансах, да, об отсутствии норм законодательств или, наоборот, противоречий. Я бы хотел спросить у присутствующих в зале. А есть у кого-то действительно какие-то примеры тех оценок, да, те, кто делал уже, которые, это комплексные оценки территории в отношении этой проблематики, которую мы обсуждаем? То, что они могли бы предложить? Комплексная оценка территории в отношении детей этих категорий. Можно, пожалуйста? Да. Галла Наталья, я нарколог в больнице социотерапия Киев. Я хотела бы предложить свои идеи, которые у меня уже в голове как бы крутятся не один год. Все-таки я врач. Я по основной специальности невролог, высшая категория, кандидатская в области неврологии. А сейчас я, ну так случилось, что занимаюсь именно этой проблемой. Прошла специализацию по наркологии, медицинской психологии и занимаюсь именно молодежью, подростками. У меня сложилось свое видение, все-таки практики, у меня уже 33 года в медицине. Как можно подойти к такой проблеме? Я бы хотела просто с вами поделиться ею, потому что, ну, есть возможность, почему бы не поделиться. Вот, смотрите. У нас сейчас проходит реформа. Вот, очень хорошая реформа, именно административная реформа, когда создаются местные громады. Местные громады будут иметь все повиновения для того, чтобы створить и медичные, и социальные свои какие-то напрямки. Вот, извините, что я наукраинский, я сейчас на русский перейду. И, мне кажется, вот именно в сфере первичной профилактики, о том, о чем никто не говорит, лучше всего, на мой взгляд, было бы все-таки соединить медицину, социальную сферу и участковых милиционеров, которые работают на одной территории, то есть на уровне громады. Они вместе должны объединять свои усилия на уровне громады. Все-таки громада – это маленький организм, который, где все один другого знают. И создавать в сфере, так как у нас и медицинская реформа сейчас буксует, создавать на первичном уровне не просто семейные амбулатории, а создавать социально-медицинские амбулатории. Что я имею в виду? Социально-медицинская амбулатория должна включать не только семейного врача, терапевта, не только семейного педиатра, но она должна включать у себя одно отделение медицинское, как на мой взгляд, а другое – психофизиологическое, реабилитации. То есть отделение психофизиологической реабилитации, которого нигде нет, вот это какое-то мужество, новизна, которое может быть. На сегодняшний день существуют такие отделения, например, в органах МВС для психофизиологического отбора, в силовых структурах. А на уровне громад такие отделения в структуре социально-медицинских амбулаторий, они могли бы выполнять функции именно плюс психофизиологического отбора и как бы ориентации в профессию уже, они могли бы еще и выполнять функции как раз мониторинга первичного развития и формирования нервной системы у подростков, начиная с детского педиатра, который ведет детей, например, с рождения до 14 лет. А после 14 лет уже как бы они бесхозные дети. После 14 лет, мне кажется, что если будет такое отделение психофизиологическое в составе социально-медицинской амбулатории, вот куда будут входить психофизиолог, медицинский психолог, социальные психологи. Спасибо большое. Я просто за неимением времени... Я коротко, все. Значит, их задача... Идея понята, создание социально-медицинской амбулатории. Да, да, да. Их задача, именно потому что в этом возрасте, с 14 до 21 года, формируется нервная система. Вы все прекрасно знаете, самые все трудные подростки, в общем, начинаются и все трудности в поведении формируются сознанием человека. И мониторинг... Эти вещи мы понимаем. Я просил бы быть очень лаконичным, потому что у нас нет... Да, да, да. Я прошу, может, вы модерируете, потому что... Извините, пожалуйста, за то, что мы вынуждены прерывать, потому что я бы хотела предложить, так как мы все равно будем дорабатывать резолюцию, сформулировать все вопросы и предложения, мы их обязательно приложим к резолюции и передадим никому. Сейчас моя идея о создании таких социально-медицинских амбулаторий, это будет первичная профилактика. Можно ответить вопрос на вопрос о методиках существующих? Одну минутку. На сегодняшний день конференции презентовались результаты эспадовского исследования международного, которое проводилось тоже в Украине, по оценке ученического поведения в рамках здоровья. И там в этом исследовании представлены основные результаты по блоку употребления наркотиков, ПАВ также, а также разных рискованных поведений. Эти результаты есть, и это можно тоже с ними ознакомиться. Это исследование репрезентивно по всей Украине, можно регионально тоже посмотреть. Конечно, Николаевскую область, если сделать оценку, какого-то региона одного тоже надо сфокусировано уже рассмотреть, но это исследование, оно есть репрезентивное, его можно как бы учить. Я прошу прощения, но это лишь компонент проблемы. Можно еще еще? Спасибо, Сергей. Можно еще? А можно еще? Да, с другой стороны, есть еще оценка потребностей в социальных услугах, которые вы знаете на государственном уровне, проводятся каждый год. Сейчас усовершенствуется эта методика, тоже этот проект, потому что она как бы за последние годы по результатам была неэффективной, но эта методика усовершенствуется, она тоже позволит понимать, в каких приоритетах, какие в региональных регионах есть приоритеты в социальных услугах. Ну, это сфокусировано по услугам. Кать, спасибо за дополнение, но мы сейчас немного говорим про ширший аспект, про дитинство таки, про оценку ситуации в территории, в дитинстве взагалом. Можно секундочку? На русском, в Галитаре. На российский это сложно будет? Ну, попробую. Мы с Сергеем непосредственно познакомились в Николаеве, не знаю, где-то месяц назад, и мы приехали с тем, что мы понимаем, что если мы не вмонтируем систему ни государственного сектора, что она, во-первых, это мониторинг постоянный, и не просто, это вмонтирование приложений, инструментов, оценки, предложений в систему как таковую. И мы, исходя из того, что у нас небольшой ресурс человеческий, как бы приехали в регионы, это 12 областей, мы объехали, и мне приятно, что у нас уже есть люди, которые с нами непосредственно контактируют, и работают здесь, в этом зале сегодня. И как бы с таким посылом, вот сегодня слово что-то нацепляется, посыл, посыл, с посылом, что мы открыты, и мы понимаем, что без вас, без вашей поддержки мы не сдвинемся с этой точки. И есть люди у нас в регионах, 12 областей, которые будут приглашены, и уже приглашены на обучение совместное, это будет 3-4 декабря в Киеве, мы начинаем процесс обучения этих людей, которые потенциально будут, мы надеемся, экспертами от негосударственного сектора на территории области. Да, мы начинаем с областей, но, конечно, в идеале это было бы логично, чтобы эта работа имела продолжение на уровень районов и на уровень громад. Спасибо. Спасибо большое. Вы хотели задать вопрос. Да, да, Оксана Придатко, Киевская городская наркологическая клиника, социотерапия. У меня такой вопрос лично к вам. Обратите внимание, пожалуйста, на центры реабилитации, где находятся дети. То есть я психолог, работаю почти 25 лет в этой структуре, занимаюсь профилактикой, занимаюсь беседами, очень много времени провожу с родственниками. И на сегодняшний день те реабилитационные центры, которые существуют, у них нет ни лицензии, никаких, ну вообще ничего. То есть я не против того, чтобы ребята реабилитировались, то есть у меня много моих пациентов работают в этих центрах. Вы имеете в виду не государственных? А государственных нет для подростков. У нас нет для подростков. Нет, у нас есть центры реабилитации. Для подростков, государственных. Центры социально-психологической реабилитации для детей они есть, но вы говорите о центрах, которые... Медицин... Там, где работают... Вы говорите центры для медицинских, да? Да, медицинские, я имею в виду медицинские, психологические, насколько я знаю, государственных центров таких нет. И эти дети попадают... Один, по-моему, в Днепропетровске. В Днепропетровске, да, но у нас в Киеве нету. И дети попадают вот в эти реабилитационные центры, там их бьют, там очень много есть моментов, то есть не все центры одинаковые, поэтому хотелось бы обратить на это внимание. Спасибо большое. Там проблема в том, что типичное положение, оно предусматривает, что эти центры в вертикали МОЗа, МОЗовской. А МОЗ дает нам такой сигнал, что, извините, это же, по сути, компонент социальный. Мы, как бы, свою роль исполнили, там детокс и тому подобное. А далее социальный. И здесь, наверное, есть логика в том, что Вы говорили, что нужно объединять социально-медицинский компонент, в данном случае, на территории одного учреждения. Ну, скорее всего, что это должен быть социальный центр с медицинским компонентом. Ну, возможно, так. Потому что социальный, там больше компонент, чем медицинский. Да, да. Николай, мы здесь... Очень приятно то, что Вы работали тоже на улицах, потому что здесь половина организаций работают уже на протяжении 10 лет на улицах. И я удивляюсь, как эта дорога к дому без лицензии, да? 10 лет уже успешно работают с детьми. Например. Или мой центр, или здесь присутствующая центр. Я так узнаю и люблю наркологов, извините меня, которые хотят обязательно окунуть лицензию и загубить ту инициативу, которая уже 10 или 15 лет работает общественной организацией. Спасибо. Я к чему, что у нас есть огромнейший потенциал, реальный потенциал на местах. Единственное, что есть вот такие вот какие-то барьеры, или искусственно созданные, или которые кому-то удобны для того, чтобы не видеть этого потенциала. Но он есть. И есть огромное количество организаций, которые имеют... Я предлагаю то, о чем я говорил. Нам надо консолидироваться со здоровыми силами в регионах и сделать программу, и работать уже... Спасибо. Вы из Одессы? Нет, Кировоград. Смотрите. Мы к вам еще не ездили. Относительно, да. Мы еще к вам приедем, да. Смотрите, по поводу консолидации. Вот я полностью согласен с выступающим, вот с вами. Вы сказали проведение... Сергей, да? Проведение комплексной оценки. Давайте начинать последовательно идти. Вы говорите, что нужно консолидироваться. Ну вот представьте, я губернатор области. Да, вы приходите ко мне и говорите, у вас проблема. Озвучь проблему. Вот дети принимают, курят траву, принимают наркотики, сексом занимаются. А с чего ты это взял? Почему я начал свое выступление, что у нас все хорошо? У нас проблем нет никаких. Понимаете? Нету ни с сексом, ни с наркотиками, ни с чем нет проблем. Потому что я живу в загородном доме, я губернатор, у меня дети ходят в частную школу. Какие проблемы? Это у вас проблема. Понимаете? То есть, как в обществе, в общине поднять эту проблему на несколько уровней выше? Чтобы это не был там какой-то вопрос кого-то, да, общественной организации. Это вам нужно. А больше никому не нужно. Чтобы действительно сегодня и с каждым преподавателем поработать, с каждым директором школы. Объединить усилия социальной службы. Ведь я же работал в этой системе, с социальной службой, со школами. И у всех разное представление, у всех разные функции и задачи. И когда вы говорите мне о мультидисциплинарной команде на уровне территории, я согласен, это должно быть. Но это не работает сегодня. Потому что их собрать вместе, даже посадить, это нереально. Но надо подумать, как это сделать. Как градус поднять этой проблемы сегодня в общине. Возможно исследование. Действительно. И подумать, что это за исследование. Как это показать на уровне школы. Как это показать, не знаю, на уровне губернатора. Чтобы он понял, что нужно на уровне области принять эту программу, выделить на нее деньги. А почему нет? Если на уровне школы показать, директор сразу снимет эту программу. Ну подождите. Но ребенок ПАБ употребляет не потому, что такой директор. Ведь это правда. Но объективно. Но это же не... Я согласен с вами. Да не снимут его за это. Нет. Но это же не директор должен поднимать у себя в школе, что у меня вот такая проблема. Понимаете? То есть, тогда нет выхода. Если вы говорите, что так, тогда нет выхода. Все-таки выход должен быть здесь. Понимаете? И нужно двигаться постепенно, делая определенные шаги. Согласен. Комплексная оценка. Хорошо. По каким критериям? Это второй этап. Здесь нужны предложения. Здесь нужен... Хорошо. Извините, я просто... Я передошу извинения. Мы последний комментарий. Я понимаю, что это может длиться бесконечно. Но давайте мы ваш последний комментарий. Все остальное я вас очень попрошу. Давайте в письменном виде. Вы не возражаете? Нет, это не вопрос. Просто у вас есть выбор. Либо кофе-брейк, либо обсуждаем все. Я постараюсь очень кратко, хотя это очень такая вот вопрос мой живой наболевший. Город Херсон, организация Анастасис, молодежно-христианское движение. Вы к нам приезжали в Херсон. Мы там уже разговаривали, общались. Мы, наша организация в этом году, в 2015-м реализует проект профилактика, первичная профилактика ВИЧ-инфекции в учебных заведениях, в школах и ПТ-училичах. За этот год, потому как у нас ВИЧ-профилактика и снижение вреда от рискованного поведения, туда входит и немножечко употребление наркотиков, и все. Не буду перечислять, вы понимаете о чем. Мы приходим, у нас один специалист первичной профилактики, обученный для этого на один год работы, в плане покрыть 50 школ, их там у нас 60, ну вот 50, и численностью 2000 человек, среди 2000 человек провести первичную профилактику. Один человек, социальный работник, одна зарплата идет, его иностранный донор финансирует. Когда мы приходим, проводим лекции, сначала говорим лекции, это не лекции, это интерактивные лекции с элементами тренинга, но что можно сделать за 45 минут, которые нам дают. Причем мы обязательно должны сказать в школе, что наш проект согласован с местными властями, у нас есть меморандум о сотрудничестве, он представлен в СМИ. Ваши предложения? Учителя, после того, как мы закончили свое занятие, учителя нас просят, пожалуйста, придите к нам еще, расскажите только о наркотиках. У нас есть спайс, дети употребляют спайс, дети употребляют 10-12 лет, нацвай, и они говорят, это не наркотики. Понимаете? И хотя бы просто вот таким образом прийти и уже не ВИЧ-профилактику провести только, как приоритетное направление, а поработать наркотики в школе. И мы это делаем и готовы. У нас заканчивается финансирование в этом году, и с января месяца мы не будем больше ходить по учебным занятиям. Как и говорите, нам нужно финансирование на проведение профилактики. Послушайте, ну я же сразу знал. Хорошо, социальный заказ на проведение этой профилактики. Значит, социальный заказ. Ну хорошо, послушайте. Тогда я говорю, давайте будем со местными властями сотрудничать, будем просить у области или у города деньги, одну зарплату. Ну что я слышу, как вы думаете? Я, я, послушайте, я же, я же специально начал свой спич с того, что я знаю эту проблему. Я к вам обратился с тем, ребят, давайте кратко, четко по-вашему, что должно быть? Если вы встали и сказали, социальный заказ на проведение вот этих профилактических мероприятий, принятие программы на уровне области, и четко, чтобы негосударственному сектору можно было заказать эту услугу, чтобы могли прийти. Я это понимаю прекрасно. Вы знаете, я вам еще больше скажу, буквально с подростками недавно говорили, и у подростков спрашиваю в школах, вы со всех регионов были подростки, скажите, вы хотели бы, чтобы был предмет в школе для того, чтобы вас учили там, ну, воспитание взаимоотношений между подростками, как семью создать успешную, да, и как детей воспитывать. И все говорят, да, супер, только одно просят. Можно это не преподаватели будут нам преподавать? Да. Вот. Вот то же самое и здесь. Это очень важно, чтобы был посторонний человек, да. Я вас понял, я вас услышал, но мы к этому должны прийти постепенно. Сейчас разрабатывается вроде Минсоцом заказ социальных услуг, потому что это действительно проблема, потому что сегодня негосударственные организации вне конкуренции. Я понимаю вашу боль, потому что я жил в этой шкуре, когда монополист, есть государство, центры государственные монополисты, которые финансируются с государственного бюджета, да, а получается негосударственные организации, они на выживание работают. Вот есть какой-то бюджет, есть донор, работаем, нет донора, перестаем работать. Понятно, здесь нужно конкурентную среду создать, чтобы лицензирование, хорошо, но для всех лицензирование, но тогда и финансирование дайте вот на конкурсной основе, да, то есть, пожалуйста, если государственные учреждения готовы оказать, пусть оно докажет, что они могут доказать на таком, оказать на таком уровне услугу и получить это финансирование, да, тогда будет конкуренция какая-то. Это понятно, но мы начали с того, что на уровне региона нужно просчитать, первое, исследование, какая проблема, второе, сколько должно быть таких программ и какие программы, и сколько должно быть таких работников, и на каком уровне они должны работать, дальше, какое это финансирование должно на уровне области, на уровне территории. Вот у вас есть понимание того, что это? Да, у меня есть понимание этого, но у меня вопрос светает в воздухе, и что теперь делать? Вот, может быть, вы скажете, что делать сейчас? Будут целевые программы принятия, будет, но это будет когда-то. То есть, у вас посчитано по Херсонской области, сколько должно быть таких специалистов? По городу Херсону. Сколько должно быть таких специалистов в школах? У вас есть расчеты финансовые? Нет, нет, для этого нужно три месяца, и будут расчеты. У нас есть наработки, и есть работа в поле, люди, которые, то есть, еще месяца 3-6, и мы сможем дать мониторинг и цифры, оценку потребностей именно по, если по этой теме, значит по этой теме. Вот к чему я веду? Для того, чтобы садиться на уровне либо главы администрации районной, вот, скорее всего, нужно там район, либо город, и разговаривать нужны конкретные цифры. Первое исследование, второе подсчеты, сколько денег нужно заложить в городскую программу. Это будет 100 тысяч, это миллион будет, сколько? Я не знаю. Нет, мы сейчас работаем, нас финансирует международная организация. Но я вам скажу, послушайте, вот работая в городе, вот мы же, у нас есть городские программы, которые финансируют вот такие вещи, но здесь нужны расчеты. Здесь нужны расчеты и потом лоббирование этих интересов на уровне депутатов, потому что депутаты голосуют за эти программы. Если я говорю, что это не государственный бюджет сегодня, а скорее всего, это не будет с государственного бюджета, это, скорее всего, будет местный бюджет. То есть я вам говорю о тех механизмах, которые могут сработать. Скажите, у кого-то есть опыт, кто работает в регионе, и хоть раз эти программы финансировались с местного бюджета? У вас есть опыт. Ну, в Киеве есть, да, это я знаю. Я думал, вы скажете, в 1800 году. 1800 гривен. 1800 гривен, да, с боем, да и то, неизвестно, это будут или нет. Пообещали, записали в программу, вас будут... Не, ну это смешно, 1800 гривен. Да, скажите. У нас бездомные финансируются, наша организация, а вот по поводу детей... Бездомные, да? Да, бездомные. А я, знаете, уже пользуясь случаем, тогда вот попрошу вас о чем. Вчера мы все, ну, кто имел возможность, ходили, смотрели спектакль «Последний вагон». И те из коллег, с которыми мы общались после спектакля, он нас действительно всех поразил своей доходчивостью. В ходе конференции мы говорили о том, что есть медиакомпании хорошие, есть медиакомпании плохие. Мы вчера могли видеть о том, как элемент медиакомпании, вот такой, как этот театр, он может быть успешным. И у меня к вам просьба. Могли бы вы поинтересоваться, чтобы вот этот театр прогастролировал по Украине и бесплатно, ну, для тех подростков, которые не могут уплатить, ну, или за какие-то деньги, я не знаю. Ну, поинтересуйтесь, пожалуйста, потому что, ну, те впечатления, которые были у нас вчера, вот, работали реабилитантов, а это те дети, которые находятся или находились на реабилитации в Киевском центре, мы были поражены. И я уверена, что я работаю с подростками, они тоже не остались бы равнодушны. Хорошо, спасибо большое. Хорошее предложение, да. Можно? Но очень кратко. Можно? Да? Будешь, роль даже примешь. Все. Хорошо. Примешь участие. Спасибо огромное. Значит, давайте просто договоримся, чтобы это было предметно. Если у вас будет конкретная программа с расчетами на уровне вашего региона, области, города, района, я готов ее рассмотреть и поддержать вас как минимум своим обращением к губернатору, к депутатам, для того, чтобы они ее рассмотрели и приняли решение. Но, а если это действительно очень хорошая программа, и я увижу, что это 100% нужно на уровне Украины делать, возможно, мы соберемся вместе с министерствами, которые занимаются этой проблематикой, будем ее рассматривать, чтобы, возможно, такая программа заработала в других регионах. Может, депутатский корпус будем подключать, посмотрим как. Но мне бы очень хотелось, чтобы такие программы работали во всех регионах. Я вам больше скажу, что вы понимали, я сам общественник. Я понимаю, что это, когда ты, ну, просто уже, знаете, на раскаяке такой, у тебя нет финансирования, но есть куча энергии, куча опыта и много желания, а ты не знаешь, куда бежать, где искать деньги, потому что, ну, тебе нужно работать, нужно, ну, приносить пользу этому обществу и конкретному ребенку. Вот, понятно, что это нужно менять, однозначно. Понятно, что нужно финансировать эти услуги с государственного бюджета, нужно создавать конкурентную среду. Это мое, ну, вот, глубокое убеждение. Но здесь очень часто мы видим, что и негосударственный сектор, я не, знаете, вот, с одной стороны, я понимаю, что все организации узкоспециализированы, да, вот, вы решаете проблему каких-то, вот, конкретных групп, конкретных категорий, там, людей, детей. Но, если мы с вами не подойдем к тому, чтобы говорить конкретными цифрами, конкретными программами, делать конкретные предложения, никто за вас это не сделает. Ну, не сделает, ну, не будет чиновник на уровне, там, района сидеть и за вас писать программу. Понимаете? Вот вы те, кто идет, кто является флагманом сегодня в государстве. Это везде, в любом государстве, посмотрите, зарубежные страны. Там негосударственный сектор всегда идет впереди, всегда показывает лучшие практики, всегда делает какие-то программы, расчеты и показывает государству, как нужно работать. У нас, к сожалению, поскольку мы все родами Советского Союза, у нас, ну, не было общественного сектора. Он только начинает расти. И как это выработать взаимодействие, чтобы дать государственным органам понимание, что свою политику нужно выстраивать как раз на поддержке общественного сектора. Это самый выигрышный вариант, это наиболее эффективно. Вот потому что никто, как мотивированные общественники, не видит и не может так эффективно сделать, как вот они. Поэтому огромное, во-первых, вам спасибо, во-вторых, ну, не останавливайтесь, не останавливайтесь. Потому что независимо от того, как сложно, ну, всегда есть мысли, что, может, да, ну, его все, ну, потому что никому это не нужно. Ну, вам это нужно. Потому что если вы избрали этот путь, значит, для чего это он нужен. Поэтому, и поверьте, я, когда начинал свою деятельность, я никогда не мечтал быть чиновником. И какую бы должность мне не предлагали, первое, что я делал, это отказывался от нее. Потому что, ну, чиновник для меня, знаете, ну, это бюрократ такой, ну, но шел дальше, потому что понимал, что, а кто, если не я? То есть все равно нужно это делать, все равно нужно достигать чего-то. Поэтому, если у вас будут предложения идти в государственные органы власти, в социальные службы, идите, идите, потому что вы, как никто, понимаете эту нужду, нужду тех людей, которым вы сегодня оказываете эту помощь. Идите и меняйте, меняйте отношение к этим людям, к детям, меняйте отношение чиновникам к тем, чем они занимаются. Не все чиновники плохие, есть очень много активных, мотивированных. Объединяйте эти усилия на уровне региона своего. Ищите тех людей, на которых, которые помогут вам лоббировать интересы. Не ваши интересы, но те, для кого вы работаете. Поэтому я всегда открыт, всегда готов вместе с вами делать, ну, тоже не резиновый, правда, у меня в офисе три человека всего работает. Поэтому, хотя хотел бы, чтобы 303 работало. Но мой ресурс, это вы, на самом деле. Потому что я очень благодарен, что вы двигаетесь вперед и готов всегда поддержать. Потому что я знаю, что мы будем партнерами. Спасибо огромное. Спасибо большое, Николай Николаевич. Я думаю, что тема такая наболевшая у всех, да, что мы бы, наверное, если бы еще было два часа времени, нашлись бы вопросы. Я еще раз очень прошу вас, участники, сегодня, сейчас у нас будут, у нас по идее уже 10 минут назад, как должны начаться сессии. Но, пожалуйста, постарайтесь за 15 минут попить кофе, попить водички. Мы вас ждем без 10-12, поэтому немножечко сдвинем. На сессии для обсуждения ювенальной юстиции, прав ребенка и моделей работы с родителями. Все вопросы и комментарии к уполномоченному по правам ребенка, пожалуйста, можете передавать либо через нас, либо напрямую.